С недвижимостью в городе Одесса я для примера взял социальное жилье. Это самый большой класс рынка недвижимости, который эксплуатируется в городе Одесса. В целом по Украине в том числе. Давайте расскажу как пользоваться данной информацией. Перед вами график рисунок. Видим, что в августе 2023 года 763 доллара за квадратный метр социальное жилье стоило. И спустя 12 месяцев стоимость 742 доллара за квадратный метр. Что показало снижение минус 2,75% в годовом измерении. Мы также делаем для крупных украинских банков и иностранных банков, которые работают на территории Украины. Делаем индекс ежеквартально. И вот здесь видите индекс стоимости жилой недвижимости отрицательный 0,972. Что такое индекс и зачем мы это делаем? Но индекс это макроэкономический показатель, который характеризует изменение стоимости его времени, в данном случае социального жилья. Он считается достаточно просто. Если у вас есть специфические данные, мы делим, вот здесь показываю, делим 742 на 763. И, друзья, получаем или же снижение процентом соотношения минус 2,75% или отрицательный индекс 0,972. То есть на протяжении многих лет, еще раз повторюсь, мы делаем эти индексы, считаем. Это крупный проект. И в рамках данного проекта у меня есть возможность делиться частично данной информацией с вами. Ну и немного, наверное, рекламы. Также, друзья, я знаю, Google Analytics и YouTube Analytics дают мне, в общем-то, возможность видеть фокус-группу людей, которые заходят на мой YouTube канал и смотрят, причем смотрят постоянно. Это в большей части люди, которые работают в финансовых учреждениях Украины, по-простому в банках. И вот, друзья, не стесняйтесь, у меня есть, значит, телефон Viber в описании YouTube канала. Повторюсь, для вас это очень интересная, так сказать, тема. Вы очень хорошо знаете, это касается особенно управления рисков или там управления риск-менеджмента или отдела риск-менеджмента. Ну, в разных банках по-разному, которые, в общем-то, мониторят рынок недвижимости самостоятельно или с помощью таких компаний, как мы, для того, чтобы понимать, а что же происходит со временем с недвижимостью, которая является, в общем-то, ну, находится в портфеле, в залоговом портфеле банка. И вот, как меняются деньги во времени, вы, как люди, работающие в финансовых учреждениях, знаете, конечно, лучше меня. А вот, как меняется стоимость недвижимости со временем или во времени, поверьте мне, лучше знаю я. Мы можем раз в квартал переоценивать через индексы практически весь портфель, всю недвижимость, которая находится в залоге у вашего банка. Для этого просто надо позвонить, определимся с объемом работы, техническое задание составим, и раз в квартал вы будете получать полную информацию с картами, с графиками. В общем, мы подходим как, ну, серьезно к данной работе, то есть это прикладная наука, которая помогает действительно нашим контрагентам, нашим, так сказать, коллегам, да, в какой-то мере, действительно видеть всю ситуацию, которая связана с недвижимостью, которая, еще раз повторюсь, находится в кредите, под который выданы деньги. И вы можете, так сказать, видеть всю эту картинку. Ну, немного саморекламы, извините, без нее никак нельзя. Переходим к тому, что за год подешевела недвижимость всего на 3%, я вот здесь округлю, да, 2, минус 2,75% и теперь уже будем говорить, друзья, о, останавливаю пока слайдов, о тенденциях, не о тенденциях, а о прогнозах. Итак, друзья, прогнозировать можно, когда вы обладаете некими компетенциями. На сегодняшний день, я расскажу о этих компетенциях, на сегодняшний день у нас и риэлторы, и экономисты, и юристы зачастую прогнозируют, что будет происходить с рынком недвижимости. Это нормальный процесс абсолютно. Также просто блогеры, которые вообще не имеют никакого отношения к недвижимости. Еще раз повторюсь, это нормальные процессы. Я применяю научную методологию в своих исследованиях, это так именно называется. Научная методология – это то, что позволяет мне достаточно точно видеть ситуацию на рынке недвижимости, потому что один из основных методов – это метод статистического анализа. Я вам с цифрами говорю всегда о рынке недвижимости, хотя мне люди некоторые пишут, мужик, говорит, рассказывает с экрана цифры какие-то, так что ж с рынком недвижимости проходит? Ну, прямо вот одесский анекдот, да? Что же, говорит, с рынком недвижимости происходит? Так вот, я, применяя данный метод статистического анализа, показываю вам, что происходит с недвижимостью во времени, месяц к месяцу, год к году. И вы увидели, что за год недвижимость подешевела всего лишь на 3% желания, недвижимость – социальное жилье. Следующий метод – это метод классификации. Очень важно сравнивать сравнимые вещи. Поэтому я показываю вам по классам социальное жилье, эконом, комфорт и так далее. Также очень важно понимать, что первичный рынок и вторичный, то есть это все относится к методу классификации. Следующий метод, который необходим, просто необходим для прогнозов, которые я применяю. Это метод многофакторного анализа, где я уже не только через призму цифр данных статистического, которые готовим мы, компания «Лимитон Салтинг», и я лично, а через призму экономических индексов смотрим, что происходит в целом в экономике. Причем эти данные открыты, это называются макроэкономические показатели, которые характеризуют развитие экономики, в данном случае, Одесской области. Это внутренний региональный продукт называется, друзья. Все это в открытом доступе. Читайте и, так сказать, стучите, и вам откроют. Так вот, получается, когда ты или я вижу вот эти факторы, которые влияют на развитие экономики, и они в очень плохом состоянии. Это индексы. Как помните, я вам говорил, что макроэкономическим показателем рынка недвижимости является индекс стоимости недвижимости. Экономику характеризуют такие же индексы. И вот, когда мы видим, что с экономикой все плохо, а рынок недвижимости почему-то, вот это в Львовской области сейчас такая ситуация, все хорошо, рынок недвижимости растет, то поневоле задаешь себе вопросы. То такое не может происходить. То есть, рынок недвижимости является сегментом экономики и, естественно, подвержен тем же процессом отрицательным, что и в целом экономика. Но очень по-простому. Поэтому, друзья, сейчас о прогнозах. Мы, я предполагаю себе, используя данную методологию, что до конца года где-то в Одессе, в Одесской области, мы увидим снижение жилой недвижимости порядка 7, наверное, процентов. Ну, математика очень простая, то есть, уже 3% снижения в годовом измерении, сравнивая август с августом 2023 года. Остается у нас немного сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь. То есть, по сути дела, это 4 месяца. И если даже по проценту будет снижение, то мы уже выйдем на цифру 7. Если будет больше, будет цифра больше. Если меньше, будет в районе, может быть, 50%. То есть, я не угадываю цифру, я даю вам ориентиры. Ориентиры примерно 7%, наверное, снижение мы увидим. Но при всем при этом, еще раз повторюсь, я говорю о тенденциях, о динамике отрицательной. То есть, то, что будет отрицательная динамика, а сколько там будет 5% или тем, я как бы не занимаюсь этим самым шарлотанством, в рулетке не играю, не угадываю цифру, конкретное число, да, я говорю вам о тенденциях, о том, какие процессы будут до конца года происходить. Ну и, конечно же, примерно говорю вам, какая в цифрах будет, да, то есть, снижение там, еще раз повторюсь, порядка может быть 7%. Итак, друзья, постарался очень подробно и в то же время достаточно, как мне кажется, тезисно рассказать вам о том, что будет происходить с рынком жилой недвижимости и то, что происходит, и самое главное, показал вам ретроспективные данные длиною в один год. Пришло время прощаться. Для того, чтобы вы знали, что происходит с недвижимостью, вам, наверное, ну, я так предполагаю, надо подписаться на мой канал. Вы также можете, можете, так сказать, обсуждать видео, ставить лайки, дизлайки, говорят, это помогает. Ну, да бог с ним лайки и дизлайки. Самое главное, вы должны помнить, что я ваш скромный слуга и компания Alim Consulting готовим для вас ежемесячные обзоры рынка недвижимости, которые, я надеюсь и уверен, станут для вас компасом, ну или как минимум путеводной картой в каменных джунглях рынка недвижимости Украины. Друзья, до встречи в следующих моих видеороликах.